чтобы разобрались именно с этой ситуацией и, возможно, применили какие-то санкции в отношении главного тренера, который подходил ко мне, который лишил меня права на участие в Олимпийских играх. Либо разобраться в ситуации, кто дал этот указ, кто все-таки принял такое решение, что я не могу больше соревноваться Но давали понять, что по возвращению домой меня точно будет ждать какое-то наказание, а если вдруг я откажусь ехать домой и выйду на дистанцию, 200 метров и пробегу ее, то, скорее всего, меня уволят с работы, выгонят из национальной команды, и были такие тонкие намеки, что этим дело не закончится. И было принято решение, чтобы ее отправить частью делегации, которая сегодня уезжала, отправить домой и потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Вообще здесь странно, мы даже не ожидали. Но уже когда сопоставив все эти моменты, мы понимаем, что, наверное, что-то уже было, наверное, что-то ей уже там планировалось, скажем так. С фондом, с людьми, которые мне помогают принять, наверное, совместно какое-то решение, как дальше мне поступить. Очень бы хотелось, на самом деле, продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне еще только 24 года, и у меня были планы еще как минимум на две Олимпиады. Я не думала пока за какую страну я буду выступать или продолжу, допустим, выступать все-таки за Беларусь, либо нейтральный флаг. На данный момент все, что меня волнует, это моя безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова